Идеальный двор и как его получить? Жильцы многоквартирных домов Наринмара и поселка Искателей получили возможность самостоятельно определить двор своей мечты. Для этого на собраниях собственников люди должны решить, какую они видят территорию своих домов. Кто-то предлагает строить детские городки, другие же настаивают на расширении мест для парковки. В любом случае, сформированные заявки будут рассмотрены специальной комиссией и самые лучшие проекты воплотятся в жизнь. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту, направленному на создание комфортной городской среды. О том, как сделать свой двор образцово-показательным, расскажем прямо сейчас. Жители дома номер 6 на капитана Матросова активно обсуждают двор своей мечты, делятся идеями по поводу благоустройства близлежащей территории. У каждого свое видение комфортного двора. Людмила Ивановна переживает за безопасность детей. Тротуар от проезжей части не огражден, а водители время от времени заезжают на пешеходную зону, чтобы объехать припаркованные автомобили. О необходимости расширить зону парковки и установить ограждение тротуара от проезжей части говорили, пожалуй, все без исключения. Например, житель дома Александр Дудакалов хотел бы видеть во дворе спортивную площадку, на которой смогут проводить свой досуг и взрослые дети. Лично я вижу, что здесь, на нашей территории, было бы полюбойная баскетбольная площадка, огороженная там сеткой, чтобы на территорию стоянки не вылетали мечи. И спортивные снаряды, дворовые спортивные снаряды. Было бы здорово, если это все реализуются. Своими идеями и предложениями собственники квартир активно делятся на общем собрании жильцов, которое проходит при участии представителей управления городского хозяйства. Накануне в учреждение поступило письменное обращение одного из жителей многоквартирного дома, который подал заявку на включение дворовой территории дома номер 6 на капитана Матросова в проект по формированию комфортной городской среды. Теперь большинством голосов необходимо определить перечень работ, которые планируется провести во дворе. В принципе, сегодня у нас форума нет, поэтому будет собрание продолжено в виде заочной формы. Будем подготовить вам бланки решений, которые вы самостоятельно, значит, пройдетесь по квартирам, заполнят все собственники данные бланки, все соберете, привезете мне, я буду составлять тогда протокол общего собрания на основании всех ваших пожеланий. Общие собрания жильцов, подавших заявки на участие в проекте по формированию комфортной городской среды, проходят ежедневно. Но, как показывает практика, на такие встречи приходят далеко не все собственники квартир, поэтому зачастую голосование проводится в очно-заочной или заочной форме. Из 20 многоквартирных домов Наринмара, в которых прошли собрания, лишь два дома приняли решение и оформили протокол. «Заявок 68 поступило, собраний на сегодняшний день проведено уже 20. К сожалению, хотелось бы отметить несогласованность жителей отдельных домов, потому что поступают дублирующие заявки с одного и того же дома. И, конечно же, очень низкая активность населения, несмотря на то, что есть возможность за счет бюджетных средств поправить состояние своего двора, либо прилегающей территории. Даже на собрания, в которых мы, естественно, приходим, бывает даже не присутствуют сами инициаторы этих собраний. Поэтому, конечно, хотелось бы прежде всего призвать жителей поактивнее участвовать в этом процессе и получить результат». Прием заявок завершится на этой неделе, а общие собрания должны пройти до 17 апреля. Затем протоколы решений будут направлены в общественную комиссию, члены которой до 20 апреля и определят, какие именно дворовые территории Наринмара будут благоустроены в этом году. Остальные дворы будут благоустроены до 2022 года. «Эти приоритетные проекты партии «Единая Россия», которая стала инициатором этих работ, рассчитаны на пять лет. И те дворы, которые в первую очередь в этом году не смогут попасть, будет составлен план на пять лет, они будут перенесены на следующие года. И отбор будет этих дворов программу муниципально осуществляться общественной комиссией, которая на сегодняшний день уже сформирована в городе Наринмаре, я думаю, что в поселке Скатели. Еще надо отметить, что в нашем регионе в программе в этой участвуют два муниципальных образования – это город Наринмар, поселок Искатели». Благоустройство территории в рамках реализации партийного проекта будет осуществляться при софинансировании из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Как нам стало известно, около 10 миллионов будет выделено на эти цели из федерального бюджета. Что касается бюджета регионального, то сумма будет определена позже. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.